Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Симулятор бармена Вальхалла. Продолжаем наблюдать за ее жизнью и наслаждаться всякими интересными историями, которые мы можем услышать от своих клиентов, и они могут нам устроить. В предыдущей серии, как я помню, был приезд босса нашего четкого Сиба, который у нас работает официантом собака. Ну а сейчас их наконец-то нет. Ну давайте продолжим. Я, как части сюжета, я думаю, я уже подзабыл часть всяких вещей, но персонажей я помню. К счастью. Я их хотя бы буду помнить, что там более-менее. Но если что-то забуду, извините, не бейте палкой. Ну а так, погнали. Собак нигде не видно. Собак нигде не видно. Так, что-то забыл, что мы за девушку играем. Так. Керт оф сити. Ри сноуфолл. Вот он. Ри сноуфолл нашел. Ну давайте. Обидно, что не дают новых композиций. Потому что должны дать новые подкай-пад композиции. Верно, должны дать. Но если не дадут, это будет обидно. Тут куча композиций. Как их получить, непонятно. Подожди. О, черт. А, все. Вот это и дальше опять назад. Обидно, что не дали, блин, ну, это самое. Почему нельзя? Типа, когда ты дошел до конца, снова прокрутить. Глупо как-то. Небудь, даже это под забор. Ну что ж, теперь, let's go. Что ж, за работу. Добро пожаловать в Ольга. О, привет, Альма. О, подруга. Похоже, она в плохом настроении. Может, не надеть ей что-то, что ей... Что ее подпотреб. Попробуем подобрать. Подпотребляем. Ибо наверняка понравится что-нибудь изысканное. Если подумать, что ей может понравиться. Давай. Так, что-нибудь изысканное. Давай посидим. Брэйн. 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 Посмотрите, Альма. Мне наверняка понравится, что ей будет изысканное. Но если подумать... Игревый классический слабый. Пенист. Пианист. Гладкий промо радующий. Но я думаю... Вот цараты говорят изысканные. Конечно, сразу тут брэндини, например, напрашивается. И другие классические. Но может, тебе пианиста пахнет? Ну, просто говорят, изысканные. Но если подумать. Что ей может... Крепкий промо крепкий. Ну, кстати говоря, это может ее взбодрить. Она хочет взбодрения? Ну, нате. Не всегда, как говорится, взбодрение может быть связано с... С кофе, там и с другими вещами. Так что, давай попробуем пианисты и бахнет. Ну, если я ошибусь, то ошибусь. То, извините. Это хотя бы не загадки этого чертова фуле товарища вопроса, который постоянно мне мутит мозг своими загадками. Перемешать с альтой. Пианист готов. Еще, кстати, у меня в компаньонах кофеечек. Так что, возможно, я устрою небольшой забег по игру. Приятного вам, кстати, аппетита, если вы кушаете. Эй, а что это? За мой счет, выпей. Ну, или хотя бы лицо попроще сделай. Почему ты просто не можешь сказать, что переживаешь за меня? Ты ведь поняла мой посыл, верно? Хех. Ну, как тебе? Ну, в нем есть алкоголь. А я в баре. Так что? Сойдет, наверное. Ты заговорил. Это все, что мне было нужно. Что? Ты подмешал туда что-то? Нет. Ну, твоем молчании как-то непривычно. Ты так говоришь, будто я постоянно болтаю. Ты знаешь, что я имела в виду. Да, знаю. Спасибо тебе. Так почему ты такая стутая? Стутая? Когда мне было грустно, я часто вздыхал. Мой дедушка предупреждал меня, что если я буду продолжать в том же духе, то сдуй, как старая ошибка. Тихи. Так что среслось? Это ты из-за новостей про людей в костюмах кроликов после очередного нападения Элис Рэппи? Нет, это уже в прошлом. Нет, это проблема, безусловно. Нет, это проблема, безусловно, но не такая, из-за которой нужно рвать на себе волосы и заламывать руку. Скажи, Джилл, как такое настроение? А то мне, ну, очень хочется выплеснуть у тебя весь скопившийся во мне негатив. Альма, глупышка ты моя, последние несколько дней я чувствую себя полным дерьмом, ты не сделаешь мне хуже. Так что вперед, удиви меня. Не говори потом, что я тебя не предупреждал. Ну ладно, значит, помнишь мою сестру Даяну? Ту, которая рассталась с мужем и забыла про детей, пока ебется со всеми подряд и без остановки. Отличные рюзимы, в следующий раз обязательно им воспользуйся. В тот раз я не рассказала всей истории. Она выгнала мужа из-за того, что он месяцами жестоко обращался с ним. Вот как? Ты, тем не менее, эта женщина не способна найти работу и задержать себя. Я совершенно серьезно. Она никогда даже не думала о том, чтобы хоть как-то зарабатывать себе на жизнь. Она просто сидит и ждет, что какой-то мужик будет за нее все это делать. Я понятия не имею, почему она так... Почему она такой взрослый? Почему она такой выросла? Наши мамы и папа всегда много работают. Она даже откры... Она даже от... Они даже открыли небольшие магазины, чтобы чем-нибудь заняться после выхода на пенсию. Хм. И угадай, что спустя лишь пару нед... И угадай, что спустя лишь пару недель сделала эта взрослость, самостоятельная женщина вернула своего домашнего насильника обратно в дом, конечно же. Что? Ага. И не пришло... И не прошло двух дней, как он ее бросил. Повык-повык-повык-повыркался с ней пару ночек и потом свалил. Я... 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 Такая же реакция была у моих... Мал... Мал... Младшеньких. Но история... На этом не заканчивается. О, нет. Так вот. Она осталась без гроша в кармане. У нее даже на автобус денег нет. Удивительно, как она еще... Как она еще не начала пиздой торговать ради пары баксов. Хотя ей бы, наверное, понравилось. Так что мне пришлось ее забирать... Мне пришлось ее забирать. Естественно, а кому же еще? Правда? Пару дней назад она оставила детей с моими родителями. И эти милые ангелочки перевернули все вверх дном. Бернальдо и Грейс сейчас со мной, чтобы дать родителям немного покоя. Бернальдо и Грейс. Бернальдо и Грейс. Название как будто бы. Вот. С ним вот такого мультсериала. С Даяной я, в принципе, никогда не ладила. Мы сидели в машине, и она спросила, как ее дети. Ну и, конечно, после всего, что во мне за эти дни накопилось, я просто взорвалась. Сначала я начала отчитывать ее за то, что ее дети растут в такой кошмарной атмосфере. Я наорал на нее за то, что она безответственна, за то, что она не воспитывает своих детей. Я объединил ее в бесконечных гулянках и походах пока-пока. И после всего этого она такая, ты не поймешь, у тебя не было своих детей. Да, потаскуха ты, да, потаскуха ты сраная. У меня не было детей. Но я не сижу без денег, потому что, потому что отказываюсь работать. У меня не было детей, но я бы их не скинула на шею первому попавшемуся родственнику. У меня не было детей, но я не пущу обратно в постель парня, который меня постоянно бил. У меня не было детей, но это я, по сути, воспитала Грейса и Бернарда. И они выросли лучше тебя. У меня не было детей, но я не дешевая. Вот черт, я не знаю, что сказать. Тут нечего говорить. Я любила свою семью, она для меня важнее всего в жизни. Но Даяна на полном серьезе испытывает мое терпение. Я могу как-нибудь тебе помочь? Ты уже помогла. Чего? Я знаю, с кем имею дело. Я не тот человек, который станет на этом сильно зацикнется. Зацикнется. Я все еще чертовски зла. Просто дело в том, что я не могу обсудить это с кем-то из семьи. Я не могу сказать маме. Твоя дочь шлюха. Мне просто нужно сбросить этот камень с души. Понимаешь? Да, с таким-то богатым внутренним миром у тебя наверняка уже много камней скопилось. Миша изгибов души. Не-не-не-не. Эти изгибы наполнены лишь любовью и мечтами. В твоей семье все такие грудастые. Да, видела бы ты моего папу. Шучу, шучу. Только Грейс у нас осталась без гена больших сисек. Она настаивает на операции легенной модификации. А я уговариваю ее, что она и так красивая. От такой груди порой больше вреда, чем пользе. Вот, например, Гернальдо, бедняга. Его грудь начала расти, когда ему было восемь. Подожди секунду. Да. Это же... Она сказала, что шутит. Ну какого фига? Ладно, забудьте. Может быть, это ошибка перевода. Надеюсь, мне мало чего... Надеюсь, мне мало чего досталось со стороны мамы. Сестры моего отца до сих пор довольно молодо выглядят. А вот маме не так повезло. После менопаузы она быстро утратила былую красоту. Теперь достались... Тебе достались хорошие гены от семьи, Джилл? Как минимум, неплохие волосы и кожа. Есть аллергия на греветок, но пока у меня с этим не было проблем. О, вот оно как. А знаешь, что меня больше всего волнует в истории с Даян? Судьба твоих племянников? Если они останутся с моей мамой, то вырастут не такими, как моя сестра. Мне так кажется. Но меня волнует даже не это. А что, если я тоже стану такой? Какой? Что, если я решу завести семью с любимым мужчиной, а они внезапно... А он внезапно окажется дерьмой? Что, если мне внезапно приспичит пожить своей жизнью? Я же окажусь на месте Даян. Что, если я из-за своих прихотей брошу собственных детей на произвол судьбы? Мне кажется, что сам факт того, что ты этого боишься, говорит о том, что с тобой все будет в порядке. Ты так думаешь? Абсолютно уверен. Говоришь, она бы вышла за парня, которого знала всего пару месяцев? Ага. Без обид, но такие люди вообще не думают о последствиях своих действий. К тому же, если мужчина возьмет тебя в жены, это значит, что он как минимум смирится с твоими безумными запросами. Эй! А что, я не права? Нет. На некоторые вещи лучше не придавать огласки. Ох, не знаю, смогу ли я вообще найти подходящего парня. Найдешь, поверь мне. В нужный момент сердце тебе подскажет. Надеюсь на это. Ладно, настало время еще одного коктейля. Что будешь? Хэм. Налей мне что-нибудь со льдом. Но в то же время, но в то же время алкогольная, пожалуйста. Будет сделано. Алима попросила что-нибудь холодное и покрепче. Что-нибудь со льдом? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что-то со льдом? Что-то со льдом и алкогольное. Погнали искать. Что-нибудь холодное и покрепче. Пошли смотреть. Давайте смотреть. Сладкий дамский. Нету. Так, не то. Не то. Сболтать со льдом. Выв на луне. Ну, как вариант. Не то. Не то. Кислые грезы. Кровоског. Пианист. Пианист. М-м-м-м-м-м-хем-хем-хем-хем. Может пианист. Может влить в нее пианист. Она хотела что-то со льдом. А-а-а. Мне кажется, я что-то ей не то могу дать. Холодный и покрепче. Пианист. Пианист. Ну, ладно, давай сладкий. Она хотела что-то покрепче. Ну, давай что-то сладкое дадим ей. Она бронзини любила, кстати. Может бронзини ей... Подожди, она, кстати, любила бронзини, разве нет? По стилю изыскан. Бронзини подойдет? Нет. К несчастью. К несчастью нет, там нет льда. Лианист. А, нет, там тоже льда нет. А-а-а! Блин, тут подходит только этот пианист, а я его уже дал. Вот дурак, ну ладно. Попробуем. Ладно, придется ошибиться. Говорится, ну уж извини. В этот раз я ошибусь. Не идеальный бармен. А, выдержать. Перемешать. Брос. Повезло, что это не идет мне в кассу. Иначе я уже должен был огромные деньги. С учетом всех. С учетом всех отрат, которые я успел истрать. Три штуки. Так, три корма, три. Перемешать, выдержать. Фу! Кш! Сорян. Держи. Подожди. А, да, тут нет льда. Сорян, братцы. Ой. Я не слышу звук музыки. Я не слышу музыки. Опять. Опять пропала музыка. Сорян, братцы. Придется перепройти. Товарищ, продолжаем. Это мы пропустим большинство диалогов. Просто такое изменение. Извините, уж и ну так, блин, пошумим, опять пошаманила толпанная музыка. И снова она отрубилась в самый ненужный момент. Простите, сорян, братцы. Такие уж дела. Вот. Вот, толпанный дискорд. Подождите, дайте я отрублю нафиг звук, чтобы вы для оповещения больше не приходили. Фурии, выходите в фурии. Бля. Подожди, что там. Нахрен. Надо отключить оповещение. О, оповещение. Во. Вот так, нахрен, оповещение отрубаем. Окей, продолжай. Давайте продолжим. Брензини? Да, я изменил. Решил взять брендини, как я предполагал заранее. Может что-то изменить? Брензини. Значит, ты обращаешь внимание на то, что я заказываю. Ты немного зациклена на брензини. Честно говоря, он тебе идет. Эй, хочешь услышать нелепую историю? Конечно. Когда мне исполнилось 21, мы с папой решили отпраздновать. Только он и я. Он попросил меня хорошо одеться, чтобы он рядом выглядел. Чтобы он рядом выглядел, как сладкий папочка. Это была веселая ночь. Мы притворялись влюбленной парочкой. Я смогла выпустить пар по поводу мамы. Но главное было то, что он заказал мне брендинь. Я много чего пила. Еще с 15 лет нажиралась. Но этот напиток был особен. Смысл был не в том, чтобы напиться. Удовольствие было в самом коктейле. Он-то сказал мне то же самое. Да ну. И с того дня он иногда ласково называл меня брендинь. А твой папа, наверное, очень клевый. Тебе стоит как-нибудь встретиться с ним. Так почему ты такая стутая? Стутая? А, ясно. Ну, короче, погнали. Давайте пропустим. Это, короче, все было. Так, давайте это все пропустим. Так, она хотела что-то похолодное. Подожди, что у нас есть из изысканного? Пианист дам со льдом, кстати. Вот он, пианист. Решил изменить. Тут сорян. Если бы, конечно, если, конечно, не... Я вот скажу честно. Я отвечу, это не жульничество или типа того. Если бы не долбанный звук, я бы оставил все так, что я зафакапил. Я зафакапил. Что я зафакапил коктейль. Ну, ей-богу, скажу честно. Ей-богу. Я не знаю. Вот такая, вот так судьба сложилась, что, блин, именно, блин, опять повторилась та же хрень, что была, блин, в предыдущих роликах. У меня просто отрубается звук какого-то хрена. Я не знаю, что это с кем. Вот не знаю. Держи. Вот, держи. Спасибо. Мне нужно было немного остыть. Для этого я здесь и стою. Так ты говорила, что плохо себя чувствуешь последние пару дней. Почему? Не переживай. Все в порядке. Эй, а ну скажи. Ты меня выслушал? Теперь я хочу тебе помочь. Забей. О, кстати, чуть не забыла. Что? Мой босс устраивает мега-рождественскую вечеринку в это воскресенье. Ты придешь? Конечно. Что-то мне подсказывает, что дома у родителей мега-рождество будет неприятно. Не особо приятно. Так что лучше мне там не появляться. Кстати, у вас будет курточка. Я могу достать. Кэм, не знаю, честно говоря. Можешь принести, если хочешь. Даром она точно не пропадет. Все, договорились. Кэм. Скажи, Джилл, какая твоя любимая часть курицы? Любимая часть? Ножки, наверное. Правда? Мне больше нравится грудинка. Грудинка слишком простая. Тебе не кажется? У ножек лучше... лучше строение. Может быть, но грудинкой проще наслаждаться, чем ножкой. И куда сложнее испачкаться. Ай-яй-яй, девочки. Босс, вы тут грудинку и ножки восхваляете. Но все знают, что лучшая часть это крылышки. Босс, а это что? Острые куриные крылышки. И где ты достала острые куриные крылышки? Спайс Чикен. Знаешь, Спайс Чикен? Такой магазинчик в двух кварталах отсюда. Извини, я перефразирую. Почему ты таскаешь с собой ведро острых куриных крылышек? А почему ты не таскаешь с собой ведро острых куриных крылышек? Ну, потому что... Так я и думала. Йоу, Армитаж. Альма. Ты меня слышала. Курица, о которой ты говорила, будет ты уже готовый? Да, ее только разогреть нужно. Но она будет готова. Отлично, тогда буду ждать тебя здесь в воскресенье в восемь вечера. Спасибо. Ладно, я пошла к себе. Она оставила ведерко. Будешь? Пожалуй, не откажу себе в удовольствие. О, немного остренько, вкусно. Странно, может, ей не то дали, поэтому она и оставила его здесь. Она обычно заказывает что-то посильнее. Я находила баскеты от одного запаха, которых у меня начинало отчесаться горло. Оу. Понимаю, тут я поддерживаю лайк. Ого. Хэм, скажи, Джел, а какие парни тебе нравятся? Внезапный вопрос. Я не слишком придирчива в отношении парней, если честно. Пусть они будут просто достойными людьми. Нежадными, неагрессивными, достаточно ответственными, чтобы не потерять работу. Да я не про это, да я не про то. Тебе качки нравятся или хлюпики, тылды или коротышки? Хэм, я совершенно точно не люблю пирсинг и татуировки. А ты? Я, я в первую очередь обращаю внимание на одежду. Если они будут в глаженных рубашках и хорошо подобранной одежде, я обязательно обращу на них внимание. Немного мышц, никогда не помешает. Но одетые с иголочки самцы привлекут меня гораздо быстрее. И ты, тем не менее, все еще одинок. Такие мужчины мне просто нравятся, а вот к потенциальному мужу у меня совсем другие требования. Понятно. Можешь мне налить что-нибудь? Эти острые крылышки оказались как неудово, как неудивительно острыми. Что ты хочешь? Что угодно. Главное, чтобы оно смыло остроту во рту. Надо бы дать что-нибудь, что потушит пожар, пожар во рту эльмы. Не, альмы, точнее. Да, эльмы. Ну, эльмы. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Нужно что-то, что потушит у нее огонь. Сладкий проморадочек. Может, сладкий? А, давай. Пианистов. Сейчас я и пью всю пианистскую компанию. Жаль, тут нету, не знаю, гитарист. Давайте. Пианистка, пианист, гитарист. кого там дальше не хватает скрипач и так далее чтобы все вообще все инструменты собрать вместе перемешать уйдет я низко вот возьми помогло спасибо так следующий вопрос какие тебе нравятся девушки но ты первые извини но они совсем не в моем пусть конечно я могу сказать что девочка милая или клёвая но постели предпочитаю видеть только мужчин теперь ты ох чтоб тебя алим ладно спокойно подожди а ты 1 наверное наверное мне нравится девушки со светлыми волосами светлыми волосами ага знаешь и рыжие там все такое как насчет совсем белых как у твоего босса при накануне специально как ты это построила толь подстроила только чтобы упомянуть о бусе да извини просто когда она зашла сюда с ведром крылышек твои глаза прямо-таки за сверху внезапно ты стала оживленный веселый а такой тоски и угрюмости от той тоски и угрюмости не осталось и цвета и я тебе то можно понять она очень даже мило мне просто захотелось над тобой подшутить светлые волосы говоришь как насчет блондин я тебе нрав да наверно давай представим что мне тоже нравится девочки и тут я в какой-то момент начну к тебе клеить как будто к этому отнеслась красивое тело приятной мордашкой хорошая квартира я бы тебя ни за что не отпустил хихихи ладно давай вернемся к первоначальной теме разговора что с тобой случилось последние пару дней что это говорю уже тебе забей и не обращай внимание я говорю что хочу знать но уже джилл ты постоянно слушаешь об моих проблемах теперь я хочу помочь тебе так с меня хватит иди сюда зайди сюда говорю уже что а вот узнаем что сделала сделала эльма мужа связь серии идеальное место для того чтобы закончить надеюсь вам понравилось опять чё-то блин день какой-то прям сплошные проблемы с видосами тому подобным бесит уже ладно неплохо да мне реально приятно вернуться вот но честно если не считать проблемой я чувствую себя прям реально нормально таким я опять меня опять мотивация я просто прохожу все прям на лету я хоть опять хочу играть часами часы роликов записывать за раз вот такая вот мотивация прям прет ну еще не на резко можно просто скажу спасибо вам друзья все кто присутствует посмотрит кто комментирует спасибо вам большое что остаетесь мне прям приятно именно с вами вместе проходить какие-то игры это куда приятнее честно говоря мне уже началась кровать информацию уже потихоньку мне все сильнее сильнее становится неинтересно играть в игры в одиночку хочется просто комментировать и с кем-то говорить откуда приять ладно заглядьте в описание там будет ссылочка на специальную статью для того чтобы решить проблемы с замедлением ютуба если они у вас есть и в комментариях просто делайте это на всякий пожарный чтобы просто ну вы понимаете чтобы чтобы у вас проблем не было а то youtube как говорится это очень любимая площадка я не хочу переходить полностью на рутуб и т.д. я вообще по факту игру рутуб забросил потому что он дерьмо потому что ну серьезно результатов он практически общение не дает мне по крайней мере но я конечно продолжу перезаливать туда ролики но делать не это м я так прям со скрежетом я это делаю мама максим я просто делаю несколько видео за пару месяцев и потом это все скидываю прям на рутуб просто как будто в мусор просто потому что он реально плохо работает я сомневаюсь что а я смогу там нормально подняться но так на всех пожарные подписывайтесь чтобы уж не потеряться и жмите на кнопочку подписаться на колокольчик чтобы не пропускать новые выходы новых видеороликов и также лаки и дизлайки ставьте это уже на ваше усмотрение комментируйте буду рад своим поболтать с вами конечно же не прощаюсь скоро увидимся товарищи